друзья всех приветствую на канале дом своими силами как вы видите возня с моей котельной практически закончена наружная опалубка снята отсыпана земелька как я это все делал я покажу чуть позже все это заснято осталось снять внутреннюю опалубку но она мне пока не мешает пусть она стоит придет время я ее как-нибудь потом сниму в этом видео мы займемся подготовкой нашего пола к заливочке бетона выровним отсыпем песочком сделаем гидроизоляцию ну скорее всего в следующем видео уже навяжем арматуру и зальем бетончик и делать все в одно видео это будет сильно долго я привык выпускать видео раз в неделю ну здесь за неделю я не управлюсь никак вообще ну и давайте посмотрим что мы сделали за вчерашний день погнали не зря я подшил двпшку поддоном благодаря ей получилась ровная стеночка вообще на наружная опалубка собиралась прям совсем наспех но в итоге результат получился вполне себе козырный после того как снял наружную опалубку начал закапывать эту яму сначала скидал весь лишний грунт который был в доме плюс там мусор какой-то был тоже его туда закопал все это дело трамбовал периодически ну и в конце довез с улицы еще несколько тележек глины и выровнял наконец-то выровнял эту плоскость по которой теперь можно ходить не в крив в кость а вполне себе ровненько а а Следующим шагом приступаем к расчистке южной половины дома, убираем с женой весь пиломатериал, все лишнее, в том числе и лестницу, выкрутил все саморезики, выкинул поддоны в окно, сложил их аккуратненько в стопочку до лучших времен. Если после заливки бетонного пола лестница нам будет остро необходима, мы ее обратно соберем, это не проблема. Жена тем временем за кадром навела порядок на этой площади, промела метелочкой, убрала лишнюю траву, ну а я взялся за лопату и начал ровнять все это дело. Также вчера за кадром я чуть-чуть подровнял наши полы, вот здесь у меня был бугор, прям такой лютый. Все, лопатой поснимал, пораскидал чуть-чуть и провил он, прошелся по лазеру, плюс-минус вывел плоскость, снял высокие места, ну а где низинки, тут засыпем песочком, так что ничего страшного. В этой половинке, скорее всего, тоже придется подровнять чуть-чуть, но это уже сделаем на камеру, чтобы вам было это все видно. Заценить мой строительный штатив, кстати, сгомыриный из говна и палок, как обычно в лучших традициях моей стройки. По крайней мере, он пережил стабилизатор за 4 косаря, между прочим. Съемочка у меня чуть-чуть будет дрожать, к сожалению, пока не разберусь, что делать со стабилизатором. Бодаю сейчас с китайцем, но там делов не будет, скорее всего. Заказал я песочек себе, песочек у меня вот такая вот кучка приехала сегодня за 4 700 денег. Ну вот сейчас мы ее потихонечку начнем возить, проложим трассу для нашей тачки и начнем возить. Сейчас мы правилом по лазеру попробуем это все дело выровнять, чтобы понять, с каким интервалом нам укладывать вот эти пучки. получается плюс-минус ровная плоскость, но я здесь уже особо не буду стараться, потому что все равно это будет когда трамбоваться, этот уровень все равно куда-нибудь потеряется, может быть после трамбовки чуть-чуть подровняем. Ну а сейчас примерно, чтобы понимать, сколько песочка сыпать, чтобы везде у нас все перекрыло. Субтитры подогнал «Симон» получился вот такой вот неплохой результат, попробовал потрамбовать чуть-чуть, трамбуется хорошо, но в рукопашку я что-то не хочу, я лучше возьму бензиновую трамбовалочку и все это дело протрамбуем. Вот, не знаю, какая съемочка получится, очень сегодня темно, пасмурно, если хреновенькое будет, хреновенькие кадры будут. Буду делать освещение какое-то временное, хотя бы там лампочку на половину дома, чтобы освещало, а то вот такое вот нынче лето нам досталось, дождливое. Вот таким образом поубавилась наша кучка с песком, ну и маленько подклинило мне спину, так что сейчас поедем в лазарец, скорее всего, отложим стройку на следующий день. Сходил я в итоге в больничку, отправили меня на неделю в запас, ну и назначили лечение, запретили нагрузки всяческие, но я не могу себе позволить неделю загорать на диване, стройку за меня никто не построит, к сожалению. Будем работать аккуратно, будем распределять нагрузки, почаще отдыхать, задействуем жену в каких-то моментах, вот, к примеру, 6 кулечков цемента без жены я бы никак не смог утереть с такой спиной. Расчищаем сегодня вторую половину дома, сделал вот такую вот самопальную полочку для пиломатериала, чтобы не выкидывать это все на улицу, не могло, чтобы это все под дождем, а так оно висит на стеночке и никому ничем не мешает. Прямо на трамбовалочке сделал себе метку, включил лазер и пошагал по комнате, посмотрел самые высокие места, самые низкие места, лопатой срезал бугры, этот грунт закидывал там, где у нас провалено, ну и трамбовалочкой все это дело периодически проверял, в конце также прошел с провилом и подготовил плоскость для засыпки песочком. Субтитры сделал DimaTorzok Третий рабочий день получился плодотворнее второго, несмотря на больную спину, но сегодня мне помогает моя супруга, сегодня она оператор вот этой вот лопаты, нагребала мне песочек в тележку, вот как раз на нагребании песочка в тележку, у меня спина я отъехала, вот, ну ничего, аккуратненько сегодня спокойно все сделал, чуть поменьше нагребал, чуть почаще и подольше отдыхал и спокойненько пережил этот день, вот так вот у нас ровненько выглядит песочек, завтра возьму трамбовалочку, трамбовалочкой пройдемся это все дело, упрессуем и закатаем рубероидом скорее всего, очередной раз не могу нарадоваться своему уровню, блин как же удобно с ним работать, включил и все, и поправил спокойненько, тут если плоскость проверить тут, ну плюс-минус сантиметр, полтора, это и то я особо не старался, как бы здесь, ну не особо нужна, это прям ровная плоскость, просто так для тренировки сам себя погонять, вот, ну блин, хорошая вещь, конечно, вообще не жалею, что купил и всем советую, и дофига кто соседей у меня берет его, пользуется, за 2300 рублей, по-моему, лучше инструмента не купить, кучка с песком совсем похудела, осталось прям совсем чуть-чуть, ну этот песочек мне пригодится, оу, вон дочь у меня тоже строитель, садит доски на раствор, все как надо, все как положено, дочь тебе уровень дать строительный? Да. Давай, сейчас дам. Ничего себе, домище-то какое у тебя получается, ну классный, ну-ка дай-ка по уровню посмотрим, ну, а это уровень, наверное, врет, а так все ровно, я прям отсюда вижу, что ровно, да? Ага. Классно. И еще надо сделать все. На доски заказывать, да? Да. Доски надо заказывать? Да, должно. А это раствор у тебя? Ну да, это раствор, чтобы крепко держалось. Классно. Сегодня вечер четвертого дня, взял я у товарища бензиновую трамбовалочку, чем сильно облегчил себе жизнь, несмотря на ее большой вес, около 70 килограмм она весит, управлять ей может вообще абсолютно любой, даже ребенок у меня попробовал, жена попробовала, все в общем попробовали, прикольно такая игрушка, утрамбовывает просто насмерть, особенно если пролить водичкой, так вообще будет песня. Единственное, товарищ рассказывал, глину ей трамбовать никак не получается, на подошву налипает глина, ну и соответственно никуда она не скачет дальше. Ну а по песочку едет как по маслу, строить мне еще много, посмотрим, может в дальнейшем себе такую же займею. Сегодня пятый день подготовки наших полов к заливке бетончиком, четвертый день прошел у меня в разъездах, полдня в больничке, полдня ездил, подтаривал арматуру, все дела, в общем показывал, что я подтарил, вот, привез вот такой чудесный агрегат, Андрюха, спасибо тебе огромное за подгон, за такой, протрамбовал вообще налегке, то есть ведюшечку я тоже вставил или вставлю, не знаю, протрамбовал, отлично, вот, грубо говоря, хожу по песочку, практически не оставляет следов, вот, вполне плотненько получилось, не зря, не зря я выводил плоскость, потому что в местах, где все-таки было чуть-чуть неровно, вот это чудо-агрегат немного буксовал, то есть у него, ну, самоходный, то есть сам практически скачет вперед, а там где неровно он забуксовывался и зарывался, вот, так что ровнять нужно было, не зря я все делал, сегодня задача раскатать нам рубероид, рубероид у нас будет в качестве гидроизоляции, ну и почему выбран рубероид, потому что на пленочке все-таки не так жестко будут стоять маяки, на рубероиде я думаю, это все будет более качественно, ну, вообще посмотрим на самом деле, также вчера докупил выводы на каналюгу, сделал их повыше, потому что здесь, грубо говоря, будет 8-9 сантиметров бетона, потом будет утеплитель пеноплексы, либо пенопла, пеноплексы, скорее всего, и сверху еще будет стяжечка, то есть 18 сантиметров, еще пол у нас поднимется примерно, 18-20, примерно так, вот, сделал вот такие выводы, кинул правило, на правило кинул уровень, посмотрел, сделал уклон, то есть вот таким вот образом, сейчас все это дело прям покажу, поставил, вот так вот поставил правило, поставил уровень и посмотрел, чтобы у нас уклончик никуда не убежал, вот так вот видно, что уклончик присутствует и получается, каналюгу я закладывал, еще не было стен и тут постоянная ходьба, постоянные какие-то движения, надо было проверить, чтобы уровень у нас никуда не делся, вот, еще пролить надо водичкой, посмотреть, уходит ли водичка и уже можно будет забетонивать нашу каналюгу, дай бог, с ней будет все нормально. Пятый день у нас пасмурно, слякушка, дождик поливает каждый день, особо не тороплюсь, потому что полы буду заливать миксером, миксер по сырой погоде неохота загонять, он раздает весь участок, так что ждем, когда подсохнет, как раз сейчас все подготовим к этому моменту и плюхнем миксером прямо в окно себе новый пол. Вот таким образом выглядит закатанная площадочка в рубероид, сейчас мы проклеим скотчем все стыки, пришлось поворачивать полотно, потому что сторона, которая сразу раскатывается, она вот в этом вот кисточке, не знаю, что за покрытие такое, в общем скотч к этой стороне неприличный, а вот к этой должен привыкнуть, вот, не стал я покупать дорогущий какой-то там клей за тысячу рублей, а взял две матушки скотча за совсем чуть-чуть рублей, вот, пришлось вот такую вот досточку еще пригомырить, потому что ветрищем поднимаются эти листы и мешает работать. Итак, как выяснилось, проклейка скотчем совсем тухлая затея, нифига скотч не липнет к рубероиду, вот одну полосочку я тут прилепил и она прям спокойненько ее можно отклеить, вот она местами отклеивается, ну в общем затея так себе была, можно конечно сейчас попробовать это все прилепить на краску, можно попробовать растопить вот этот вот обрезок рубероида в какой-нибудь железной скляночке и проклеить уже жидким рубероидом, так скажем, но что-то я не хочу заморачиваться, на самом деле у меня здесь нахлёсток практически почти 10 сантиметров идет везде, думаю ничего страшного, если мы оставим так, вот таким образом выглядит вторая половинка нашего дома, закатал, не стал заморачиваться, разворачивать другой стороной рубероид, все равно не клеится нифига так, что раскатал так, как раскатывалось, здесь вот подрезал вот таким образом, просунул выводы на каналюгу, все удачно, с котельной тоже все обрулилось, все хорошо, по остаткам остался кусок, почти целый рулон рубероида, ну в принципе так и планировалось, денег потрачено около двух с половиной тысяч, я считаю, что даже самой дешевой фуфлыжной пленкой выйдет дороже закатать, вот, а тут рубероид, в принципе, вполне плотненько себя чувствует, я думаю, маячки выставим и будут они стоять, как вкопанные, предварительная подготовка наших полов подошла к концу, мы сделали гидроизоляцию, отсыпали, утрамбовали песочек, все это сделали ровненько, все у нас получилось, единственное мы не проклеили, ну это ничего страшного, на самом деле и так сойдет, во второй части мы сделаем армирование нашего пола, выставим в уровень маячки на плиточный раствор, ну и убитоним это все дело, будет у нас настоящий сам делишный пол, по которому можно ходить, на котором можно что-то строить дальше, если понравилась вся эта суета, ставь лайк, подписывайся на канал, ну и не пропусти следующую суету, до новых встреч!